Доступ 7.01 Ты уверен, что тебе не нужно подвезти? А как насчёт попрощаться должным образом? Ты опоздал на 3 минуты. Шевели задницей, такси уже едет. Там, откуда я родом, люди не опаздывают. Хотел бы себе такие. Не то, чтобы я думал, что ты заслужил их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Иван? Я думал, у нас был уговор. Да? И? Принесла ли та работа какую-нибудь пользу? В противном случае, стройке в Барбанде нужна будет охрана. Ты должен был оставить его в покое. Или ты не помнишь. Красивые часы? Он действительно был каким-то особенным? Возможно, если такой у тебя вкус. Красивые часы. Эй! Эй! Красивые часы. 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 Подразделение 1, специально для ETVNet.com В те дни мы были уверены, что дьявол соблазнял ведьм. Хоть это и казалось странным. 21 серия. 21 серия, заставляя женщин сознаваться в интимных подробностях. Под угрозой костра. А почему дьявол? Они не были уверены. Они до сих пор не уверены. Дьявол может принимать любую форму. Романтичного любовника или зверя, демона с раздвоенным членом. Это твоя сегодняшняя тема? Соберешь полный зал. Да, но... Я бы предпочел, чтобы они все отменили. Мне нужно ехать в Копенгаген. Извини. Привет, дорогая. Да. Дети в порядке? Да. Моя жена хочет приехать повидаться. Тебе придется пригласить ее. Я не знаю. Ей понравится этот город? Увидимся. Привет, Ульф. Нет, мой мобильный был отключен. Окей. Здесь? В Орхусе? Привет, Ян. Что? Ты опоздала. Я навещала родственников. Ну да. Что тут? Ничего. Что у тебя есть для меня? Требка пошла не так. Плюс 10 лет за свернение трупа. Его поза? Его изнасиловали? Я не знаю, но... Ты чертовски хорошо выглядишь. Но что? Это похоже на мусульманскую расправу. Если он гей, это способ унизить его. Аллах бы никогда его не принял. Но, возможно, он не был геем. Понюхай его. Да ну тебе. Свежевыбритые турки пахнут лимоном или каким-то таким дерьмом. А его одежда так и разит лимоном. Он бился с турком. Привет, Лакур. Привет. А курок весь в следах от зубов. Теперь взглянем на хозяина сих зубов. Хорошая идея. Что он читал? Что он читал? Он носил очки? Я проверю. Честно говоря, что бы делал не мусульманин на небесах Аллаха? Полицейский участок Орхуса. 13.17, среда, 18 апреля. Ты еще не устал сидеть на моей заднице постоянно? Нет. Отдай обратно. Итак, Иван, чем ты занимался в пятницу? Между 15 и 19.30. Ты хочешь знать? Да. Я был в Кутузке. Ждал, сидел на гриле за третье ограбление, которого я не совершал. Проверь все это, ты же коп. Передавайте привет Бетте. Конечно, передам. Ты устал от Свентборга? Нет, я бы еще много лет там оставался, но моя скучает по Орхусу. Поздравляю. Спасибо, но я не совсем уверен. Большинство тут администрация и кадровая политика. Никак. Начнем? Да. Расмус Крох, 52 года, предприниматель. Один год в тюрьме за мошенничество с налогами. Он освободился этим утром в семь. Убит в поезде по пути в Орхус. Между 7.40 и 8.08. Так что и часа на свободе не побыл. Был женат? На Бирте. Но она его бросила. Она оставалась в большой вилле в Скадебакере. И он наслаждался и женой, и своими рабочими. Какие-то связи с эмигрантами? Неизвестно, но в тюрьме полно таких. А мужчины? Тюрьмы полны и таких. Давайте поговорим с его сокамерником. Гэби, Недди Фишера. Да, Ипи. Возможно, кто-то, кого он обдурил, ждал, когда тот выйдет. Что слышно от Фишера? Говорила с ним около десяти. Так почему его здесь нет? Вероятно, он с Идой. О, беда. Он хотел повидаться с Отто, который ему звонил. Отто? Из пожара в отеле Ньюборг. Охраняемое учреждение. 14.10, среда, 18 апреля. Почему она не приходит? Брит умерла. Помнишь? Да, я понимаю. Ну, конечно же. Но почему ей не разрешают видеться со мной? Всем остальным разрешают, чтобы к ним приходили подружки. Кроме меня. А я просил вежливо. Куда эту вставляем? А нет, сюда. Ага. Привет, Ингрид. Да, я сижу тут с Отто. Мы делаем в Хорсенс. И это нужно сейчас. Мы только... Окей, я буду там прямо сейчас. Пока. Не слишком сильно. Вот, подошла. Отто, мне нужно ехать. А какую машину ты водишь? Пожалуйста, поговори с ними и попроси, чтобы она пришла хоть раз. Хорошо. Ты... мой друг, Аллан. Еще как, Отто. Государственная тюрьма Хорсенс. 15.05. Среда, 18 апреля. Это ужасно иронично. Что именно? Что его уделали снаружи? О, да. Здесь у него было несколько тяжей, кто за ним присматривал. Его не назвали папашей просто так. Да что вы. Его любимцем был Ахмед Абдула Ахмед. Ахмед ужасно ревновал, когда его заменили Каре. Каре симпатичней. Каре – это тот, с кем мы сейчас будем видеться? Да. Если это тот день, когда он связан с землей. Привет, Каре. Меня зовут Аллан Фишер. Я от шефа первого подразделения. Благословляю тебя с любовью. Спасибо большое. Но я здесь, чтобы поговорить о Расмусе Крохе. О ком? Которого звали Папашей. Он уехал домой. Да. Вы были друзьями? Нет. Но он тебя трахал, правильно? У него были контакты с мусульманами здесь? Нет. Я не знаю. Каре! Папаша умер. Думаю, его убили. Почему вы не сказали это сразу? А ты не знал? Он шел на ту сторону. К тем, кого он любит. Ну, а... Так, пошел вон, болван. Я тебя не удивил? От него исходит плохая карма. Точно. Едете в Орхус? Да. А я могу с вами? Я выхожу через два часа. Не думаю, что у меня есть время. Береги себя. Футболист Франк Арнесен ушел на пенсию, и... Бриан с Микелем просят тебя. Золотая команда. С братьями Ландруб. Тебе нужно спросить. Они действительно помнят меня? Что? Да, но... Ну, ничего себе. Что тебя гложет? Я буду на лавке запасных сидеть? Нет, нет, нет. Как... Как ты... Как делаются тесты на ВИЧ? И это все? Тогда ничего серьезного. Гэби делала такое, когда была беременна. Ну... Понятно. Это не ей повезло? В Польше. В Польше. Черт! А там хуже, чем в других местах? Еще как хуже. Восточная Европа просто утопает в этом. Они могут быть немного позади, но на этом фронте... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но ты же предохранялся, так что нет опасности. Не предохранялся. Предохранялся. Но лопнул. Покупай хорошее, Джонни. Подожди несколько месяцев, пока я ничего не смогу сказать. А потом, приходи в клинику, я все проверю. Черт, а братья Ландрук действительно помнят меня? Конечно, помнят. Расслабься, Джонни. Это как выиграть в лотерею. Везет одному на миллион. Увидимся на золотой команде. Мы забьем этот мяч прямо в ворота. До встречи. У него до сих пор две колонки. Кто есть кто? Они хранили его внутри? Тут больше, чем один бандит. Да. Ингрид? У него было что-то с Мехметом, молодым турком. Он в тюрьме. Окей. Мы знаем, где он был этим утром. Но 19 марта месяц назад один из бывших питомцев папаши освободился. Это был молодой египтянин по имени Ахмед Абдула Ахмед. Окей. Ахмед Абдула Ахмед. Так? Он начал ревновать, когда папаша его бросил. Хорошо. Ради кого? Каре Мельвиль Хансен. Молодой датчанин. Его поймали, когда он перевозил героин из Гоа. Думаю, он все сам устроил. И был какой-то странный. Но он выходит сегодня. Хорошо. Спасибо. У папаши был роман с турком, но он еще внутри. Нам лучше пообщаться с Ахмедом Абдулой Ахмедом. Я поехал. Мне принести что-то домой? Что-то нужно? Куда ты едешь? В Шамбург. Приезжаю завтра. Ночная жизнь там очень оживленная. Не надо, Гэбби. Ты не сделал тест? Это ничего не даст два месяца. Тогда мы знаем, на чем мы стоим. И там, где мы сейчас. Тест не имеет значения. Тест не имеет значения. Ахмед Абдулла Ахмед. Сейчас в тюрьме в Берлине. Да, его взяли за ограбление спустя два дня после его освобождения. Что еще у нас есть? У тебя отросли волосы. А ты куришь. Я могу бросить, это не проблема. Я помогу тебе. Ты слышал о папаше? Да. Уже больше семи. Да? Я должен показать тебе кое-что. Через минуту подъедет синий Мондео. Ровно в 19.14. Сейчас. Я хочу crisи. Ой. Хорошо. Офей. Очень приятно. Сейчас 19.15 Она уезжает Мужчина не выходит Всего одна минута Выручка за день 250 тысяч наличными Тот же маршрут 3 недели Я смотрел каждый день Тот же и завтра И только одна минута У меня нет часов Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, еще 5 метров и я разведенный человек Увидимся Да Фишер? Фишер По поводу твоего посещения По своему желанию Отто А в чем проблема-то? Я ездил в свое свободное время Нет, нет, успокойся Мы слишком быстро закрыли это дело Хорошо Но Держи меня в курсе Ладно Доброе утро А ты разве не уехала домой? Думала, что уехала Ты не получил моего сообщения? О нет Не получил Привет Я замечталась в душе Ингридаль, убойный Я, а я Анна Мы сделали что-то не так? Нет Я встретила вашего мужа в Кулхусе Где он был свидетелем С тех пор мы иногда встречаемся Значит, вы датчане? Датчане? Нет Мы встретились только вчера Видимся время от времени Я ходила послушать речь Стафана о дьяволе и демонах Это было изумительно Интересная теория Никогда не знаешь Какую форму примет дьявол Да Забавно, что ты знаком С криминальным комиссаром Нальешь мне сухо? Да Куда? Куда мы идем, Фишер? Сюда Это... Это... Здесь очень красивый сад Тебе не кажется? Идем Оооо Ух ты Ну куда мы идем, Фишер? Все эти дорожки Вот сюда Тут написано Брит Фишер, почему тут написано Брит? Потому что здесь закопано Брит Нет Да Почему? Они положили Брит в гроб Накрыли крышкой И положили гроб в яму Потом засыпали землей И посадили цветы И поставили красивый камень С ее именем на нем Она не может встать оттуда? Нет Но Фишер Но Фишер Я просил ее писать Брит Брит с двумя Т Доброе утро Бойсон? Спасибо А что ты обнаружил на вскрытии Брит? Брит? В Нюборге В Марте Ее нашли на поляне в лесу Я не помню ее вскрытие Почему не помнишь? Прошел всего месяц Зато я помню 33 обугленные тела Которые мне нужно было опознавать Ее отсталый парень Вероятно невиновен в ее убийстве Давай сосредоточимся на этом деле Куже Было бы хорошо Если бы ты занялся этим делом Мне нужен этот отчет сегодня Итак Что мы ищем? Совещание 14.18 Четверг 19 апреля Мы ищем мужчину Который пахнет лимоном После Брития Каким пользуется в Турции? Почему? Тело именно этим и воняло Мехмед из Хорсенса Он поцеловал папашу на прощание Он не просто пахнул этим От него этим разило Тогда это тупик Что у нас есть, Лакур? Взяли тест ДНК из его задницы Это убийцы? Да Разборки геев? У него была гомосексуальная связь После утреннего душа С Мехмедом в тюрьме? Или с кем-то еще позже ДНК на его члене Предположительно Может быть ДНК убийцы Ты проверил его пальцы? Это еще зачем? Ты был прав Я нашел свежие чернила Из утренней газеты Он купил газету На станции Хорсенс Вчера утром В 7.25 Мы так и не нашли ее Я перечитал дело Папаше Да Если Смотритель прав И Папаша соблазнил в тюрьме Каре Я могу предположить, кто убил его И кто же? Иван Айенсен Он был вчера здесь Что-то есть на него? Нет Вы храните какие-то тайны? Нет Все это сбивает меня с толку Папаша мог многих соблазнить Разница только в том, что Иван являлся защитником Каре Я не хочу Я тебя заставлю Ты плохо себя чувствуешь? Мой ангел-хранитель пропал Мы можем спуститься вниз, когда ты доешь Да, пожалуйста Ешь? Спасибо Ты похудел Правда, Бетти? Я откормлю его Скажи мне, если что-нибудь захочешь Роберт хочет, чтобы мы проверили этих двоих Говорят, Иван был защитником Каре Наивный молодой парень, которого поймали с героином Он получил пожизненное, но его перевели в Хорсенс Со смягчением наказания до трех лет Где они встретились с Иваном? Тот сидел там за неудавшееся ограбление У них возникла взаимная психологическая связь Они везде были вместе Ели вместе Читали одни и те же книги, ложились спать в одно время Они голубые? Опасное предположение Ты лежишь в ванной В теплой воде в своей секретной комнате В твоих ногах стоит твой ангел-хранитель Сияет На нем его золотой пояс Он что-то тебе говорит Гималайи Он очень большой Ты идешь по светлому пути Ты сильный, как лев Ты непобедимый Злые духи пытаются остановить тебя Ты непобедим Ты принесешь мне деньги Я жду тебя Ты выходишь из ванной Ты идешь к двери Ты открываешь дверь Ты покидаешь свою тайную комнату Каре Я иду в Гималайи Значит, теория следующая Папочка насилует Каре И Иван мстит ему, когда он выходит Да Возможно, Ипи и Фишеру нужно навестить его Я жду полное дело Отто из Нюборга Фишер, у нас сейчас другое дело Я знаю Дайте мне пять минут Ипи, возьми Роберта Окей Место проживания подозреваемого 17-12, четверг, 19 апреля Его вчера уже допрашивали за что-то, чего он не делал Где он был между 8 и 9 Здесь со мной Мы поздно встали А сейчас? Он свободный человек, сам себе хозяин Может быть, отвечает на вопросы об убийстве Кеннеди Пожалуйста, уходите Я готовлюсь ко дню рождения мамы Вы хорошо друг друга знаете? Все парни сходили с ума по Бетти Но она выбрала Ивана? Некоторым женщинам нравятся психопаты Она врет? Естественно, врет Мы с тобой на вершине Гималаев Открывай Смотри Ты здесь Здесь приезжает машина Ровно в 19-14 Женщина выходит и идет на тебя Когда ты собираешь деньги, ты бежишь сюда Сюда Номер 6 Твой ангел-хранитель будет ждать тебя Ты непобедим Мы сделали ошибку Ингрид Иди сюда Мы совершили ошибку Это потому, что Отто отсталый? Ты сам там был Смотри Маленький мальчик видел машину На поляне Кто это проверил? Никто это не проверил Худшее расследование в мире Что тут скажешь, Фишер? Займешься этим? Да Принесешь чего-нибудь поесть? Нет, не принесу Ты неси Твоя очередь Можешь Можешь мне одолжить? Его развод убирает его Я и так одолжила ему полторы тысячи Больше не могу Привет Привет Как прошла поездка в Гамбург? Да ну ее Хорошо платят? Да Что возил? Женское белье Что? Женское белье Ты спешишь? Нет А что? Не хочешь пройтись и купить чего-нибудь поесть? Хорошо, пойдем Пойдем А как долго длится поездка? У тебя есть деньги? Я забыл Не переживай Так как долго? От восьми до девяти часов А тебе нужна работа? Дорогая моя теща Он написал мне речь Заткнись, черт возьми Только один раз Это для тебя Вы самая лучшая в мире Как и Бетти Как и Бетти Бетти Из-за тебя я чувствую себя миллионером Но до этого чувствовал мультимиллионером Я дам тебе деньги завтра Не беспокойся Надеюсь, ты найдешь свою карточку Да Это один из тех дней, когда все исчезает Ты где-то ее потерял? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдай мне деньги Отвали недоносок Отдай мне деньги, я сказал Ты Ты Там Что делать? Вызывай скорую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На землю! На землю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кара Хансен, сейчас 19.18, и ты арестован Чтобы все это закончить, просто скажу поздравляю Поздравляю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ Мама! Мама! Привет. Привет. Меня зовут Джонни. Это твоя мама? Я сейчас вызову скорую. Кто-то скоро приедет и поможет ей, хорошо? Ты здесь живёшь? Убитые Эльза Питерсен и Якоб Кристоферсон. Три выстрела. Первый в женщину с деньгами. Второй попадает в Санни Якобсен по ошибке. Она в порядке. А третий убивает водителя машины, когда он пытается выйти из неё после того, как вызвал полицию. Тогда он бежит к этим ступенькам. У него должны были быть ключи от квартиры. Он выбрасывает маску и куртку. Чтобы избежать опознания. И выбегает с другой стороны. Он кого-то знал там? Тайный приятель, сообщник. Это ход мыслей Ивана. Иван спланировал всё. Ещё одно жалкое ограбление. Иван не живёт там? Нет. Его заловка там живёт. Окей. Тогда, думаю, и Пи и Роберт должны привезти его сюда. Он был в маске, вытащил пистолет и застрелил женщину. Он выстрелил в мужчину, который пришёл ей на помощь. Он тоже умер на месте. Имена умерших пока не разглашаются. Ещё одна случайно потерпевшая выжила и сейчас прибывает в больнице. Иван, есть? Да. Останешься тут и поможешь Бетти? Иван Айенсен, ты арестован. Сейчас 22.31. Обвиняешься как сообщник в ограблении и убийстве. Ух ты, это бред. Я была с ним сегодня весь вечер. Он приготовил и речь для меня. Сегодня мой день рождения. Хорошо. Скажите всё это офицеру, который скоро приедет. Скоро увидимся, любимая. Не давайте вечеринки закончатся только потому, что ко мне пришли гости. У тебя от этого встаёт? Твои ключи. От подвала. До завтра. Нужно было мне отклотить его, когда он засадил Ивана. Мог бы себе найти достойную работу. Перестань, мама. Каре, кто помог тебе составить этот план? Ты же не просто проходил мимо. Правда? Ты был в маске. У тебя был револьвер. Ты должен был всё знать. То есть? Ты вышел вчера. Кто сказал тебе, что она будет там в одно и то же время каждый день? Мой ангел-хранитель сказал мне. Кто он? Он сказал мне, что я лечу в Гималайя. Я буду сидеть на крае горы и писать. Хорошо. Где ты встретился со своим ангелом-хранителем? В подвале Ивана. А Иван? Он тоже видел твоего ангела-хранителя? Я был один. Почему там? Я сказал всё. Там ты получил револьвер. Я сказал всё. Тебе лучше отвечать, Каре. Я сказал всё. Хорошо. Время? 22.12. 22.12. Точно. Красивые часы. Допрос закончен. Какой-то хреновенький у тебя ангел-хранитель, Каре. Привет. Психология. Скрытый человек. Все как у терапевтов. Закончили с кроватью? Да. Кого я слушаю? Ивана? Взгляни. Карем Эльвиль Хансен. Так. Его отпечатки должны быть где-то здесь. Да. Ты можешь сказать, кто сидел в этом кресле? Что вы от меня хотите? Он мой друг. Он только что вышел из тюрьмы. Я должен был помочь ему. Это ты дал ему свой револьвер? У меня нет револьвера. Это неправда. Послушайте, единственное, в чём я виноват, так это в том, что позволил остаться ему в подвале. Ему больше некуда было идти. Но братскую любовь здесь не берут в счёт. Ты знаешь меня, Роберт. Ну что ж. Сейчас 0012. Допрос закончен. Идём. Отведу тебя обратно в камеру. Иван, куришь? Нет. Нет, спасибо. Иван. Доброй ночи. Доброй. В этот раз ты точно сядешь. Даже если мне придётся самому выдумать улики. Пожизненное заключение – это надолго. Пожизненное? Да. Тогда слушай правду. И мне стоит тебе верить? Забудь. Нет, нет, ладно. Хорошо. Ужин и пиво. Я не могу это сделать. Это просто полицейское дерьмо. Какое же ты зануда. Ты со мной говоришь. Мне очень нужно пиво. А руки помыл. Она действительно это сказала. И она очень хотела свою маму. Я оставался, пока она не уснула. Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Я только хотел проверить, всё ли с тобой в порядке. Я просто лежу и отдыхаю. Я могу что-то сделать для тебя? Позвонить кому-то? Нет, не переживай. Хорошо. Береги себя. Может быть, ты… Что? Ничего. Да, что? Может, ты бы мог ещё раз прийти? Это я могу. Возможно. Как тебя зовут? Джонни Ольсон. Привет, Джонни Ольсон. Всем привет. Увидимся. Ингрид, мы должны поговорить. О чём? Послушай, извини. Бедняжка. Это не было… Это не было… Я даже не знаю… Зачем? Извини. Доброе утро. Привет, красавчик. Пойдём. Красавчик, какого чёрта? Просто заткнись. Доброе утро. Доброе утро. Что нам прошептал Иван? Как заевшая пластинка. Он не имеет к этому никакого отношения. Нам пришлось снова его запереть. Какая-то ниточка к убийству папаши? Конечно. Но она ничего не стоит, так как его жена дала ему алиби. Улики экспертов? Надежда мала, но… Я всё ещё жду деталей. Доброе утро. По бокальчику? Ещё бы. В честь чего? Роберт проделал великолепную работу прошлой ночью. После того, как вы уехали домой. Я поговорил с Иваном. Что ты сделал? Я же его знаю. Ты продолжил без меня? Не паникуй, пока всё не узнаешь. Он признался в двойном убийстве. Подписал, и уже стоит печать. Мы взяли Каре в оборот. Без нас? Незачем было будить вас. Каре подтвердил, что они провернули это вдвоём. Он встречается с утьёй в десять. Мы придём тоже. Зачем? А что насчёт убийства папаши? Он это всё ещё отрицает. Я ему верю. Это был не он. Нам всё ещё нужен убийца, но мы уже поймали Ивана. Ему светят пожизненные. Поднимем бокалы за Роберта. Да, отличная работа. Встреча с судьёй. 10.01. Пятница, 20 апреля. Иван А. Йенсен, ты признался в планировании ограбления Эльзы Петерсен в четверг 19 апреля с Каре Мембелем Хансеном в том, что дал ему оружие, и оно было использовано затем при ограблении, в результате которого были убиты Эльза Петерсен и Якоб Кристоферсон. Ты подтверждаешь это? Конечно, конечно, я могу признаться во всём, что угодно. Я убил Ричарда Третьего тоже. Ты пьян? Нет, нет. Нет, я не пьян. Разве мы пьяные, Роберт? Послушайте. Он знает одну грязненькую историку. Кто она была? Шеф Констебель. И оказалось, что... Эд... Ну ладно. Извините, все извините, я эту историку повторять не буду. Я согласен. Уберите этого человека и сделайте ему тест на алкоголь. Эй, извини, Роберт. Неудача, да? Такие вещи всегда случаются с людьми, как мы. Как он мог напиться во время допроса? Разве в СИЗО не запрещён алкоголь? Это не моя проблема. Послушаем второго. Этот тоже признался виновным. Да. И без сюрпризов. Карамель Вильхансен. Ты признался в двух убийствах, не так ли? Да. Ты признался, что планировал ограбление с Иваном А. Йенсеном. Ты подтверждаешь это? Нет. Нет. Я сделал всё сам. Спланировал всё и застрелил их. Иван не замешан. Что ж. Желаю вам всем приятных выходных. Спасибо за доставленные неудобства. Может быть, Роберт и налажал, но Иван виноват, так? Безусловно. Зачем Кары покрывать его? Что у Ивана за власть над ним? Смотрите. Что это? Знак, который нацарапал Иван. Кары изменился в лице, когда его увидел. Я был в подвале Ивана. Там есть кровать и рядом кресло. И много книг о мистицизме, гипнозе. А мог Иван загипнотизировать Кары. Судья никогда не поверит в такое. Нет, но это интересная теория. Продолжение следует. На русский язык сериал озвучен Байбако ТВ специально для etvnet.com. Перевод Вадим Литвиненко озвучивали Юлия Катурбаш, Татьяна Аболевич, Олег Сомельник и Александр Фурман. Монтаж и сведение звука Vital Digital. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok